Военный переворот в Габоне увеличивает нестабильность по всей Африке. Об этом заявил глава европейской дипломатии Хосе Буррель. По его словам, ЕС отреагирует на ситуацию в Габоне так же, как и на происходящее в Нигерии. Евросоюз намерен ввести санкции в отношении хунты, захватившей власть. Также Буррель ожидает, что наемники из российской группы «Вагнер» продолжат действовать в Африке, несмотря на гибель лидера ЧВК. Мы движемся вперед к автономному режиму санкций, чтобы принять меры против путчистов. Работа уже началась, и очевидно, что мы поступим в отношении Габона так же, как поступили в отношении Нигера, как и в отношении любой другой страны, где нашим гражданам нужна помощь. Думаю, погибшему лидеру «Вагнера» быстро найдут замену. Эта группа продолжит присутствовать в Африке, потому что это вооруженное крыло России. Они не могут послать регулярную армию, потому что это было бы слишком. Поэтому посылают наемников, которые полностью поддерживают российскую политическую власть. Напомню, что в Африке совершен новый военный переворот в Габоне после спорных выборов. Группа военных свергла правительство президента Али Бонга, семья которого правила страной более 50 лет. Сейчас Бонга находится под домашним арестом. По словам Пучистов, состоявшиеся 26 августа выборы были несправедливыми. Их результаты аннулированы. Действующие органы государственной власти расформированы, а границы Габона закрыты до дальнейших распоряжений. Ранее избирательная комиссия Габона объявила Бонгу победителем президентских выборов. Согласно официальным данным, в его поддержку проголосовали более 64% избирателей. Военные же, захватившие власть, объявили о назначении главой государства на переходной период командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Алиги Нгемы. И к нам присоединяется Рамдан Аурак, основатель портала «Украина глазами мусульман». Рамдан, здравствуйте, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте, добрый день, доброе утро. Доброе утро. Такая интересная ситуация получается. Новости о смерти Пригожина и буквально через несколько дней переворот, еще один в Африке, уже восьмой за два года. Вот что скажете об этом, обо всем? Ну, найдем какую-то корреляцию, но это сложно. Смерть, давая Багнера, и переворот. Но это носит характер системы. Если умер Евгений Пригожий и остался в живых, наверное, это не повлияло на ход событий, которые сейчас происходят в Африке. Я пригодал вам на той программе, что еще будут перевороты в Африке, в окрестности Нигера, и в том числе там есть интересы и России, и Китая, и Запада. Сейчас идет вопрос реканализации африканского континента. Ответить на ваш вопрос, есть ли связь, но она будет носить чисто такой психологический информационный характер. Но для того, чтобы связать эти два события, нужна информация, нужны факты для анализа, чтобы были честными с вами. Можем мы единственное что, для продолжения разговора, немного поднять микрофон, который у вас на наушниках, чтобы было лучше вас слышно. Да, вот, прекрасно, если вас не затруднит. Я хочу добавить в отношении слов самих военных, которые захватили власть. И цитирует Габон-24, военнослужащий от имени Комитета по переходу и восстановлению институтов. Цитирую, «В ответ на безответственное, непредсказуемое управление, приводящее к продолжающемуся ухудшению социальной сплоченности, которая рискует привести страну к хаосу, мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму». Конец цитаты. Для справки, Габон, ВВП этой страны, 20 миллиардов, 22 сотых миллиардов долларов. Экспорт в прошлом году, почти 13 миллиардов долларов. Импорт 3,5, запасы собственной нефти, богатая страна, давайте так, не самая бедная, на всей территории африканского континента. Главные экспортные товары, нефть и нефтепродукты, лес, марганец, уран. Но, несмотря на обладание такими ресурсами, около 20% граждан на уровне безработицы, почти 33,5% населения живет за чертой бедности. Ссылаясь на такие данные, слова представителей хунты не выглядят настолько оторванными от реальности, с первого взгляда. Есть неравенство, есть безработица, есть черта бедности, за которой находится больше трети населения. По вашему мнению, является ли вот такое социальное неравенство, наряду с обладанием богатейшими залежами той же нефти и марганца, оправданием для военной хунты? Да, я так и конечно, высказали, это оправдание или нет. Действительно, это ход, пиар-ход, это такой политический манипулятивный драйв, для того, чтобы оправдать или идти на легитимизации своего переворота. Это чисто пиар-технологии и политический, я бы сказал, маневр. Да, действительно, тот режим, который был до того, значит, Ливон, мы его сверли, он с тем, Омаров, который привели, кстати, французские власти в 1937 году, этот режим, он был коррумпирован и был связан со многими сделками сомнительными. И там не только Франция связана с этими коррупциями и ряд других стран. Естественно, то, что сейчас произошло, я думаю, что это окружающий фактор от самих европейцев, в том числе и Франции, в том числе и компания «Туталь» и другие компании французские, там вложились очень основательно. Но в 2009 году, после смерти Умара, дома отца, свернутого этого президента, Франция переживала, и не только Франция, и западная финансовая система, большой финансовый и мировой кризис. Там пошатнулись чуть-чуть ее позиции, уже тогда вошел Китай и другие авторы ее экономики. И в 2014 году, кстати, к этому году, Китай стал самым важным и стратегическим партнером для Габуна, несмотря на все инвестиции, которые были приведены или заложены Французской республикой. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему этот переворот, он носит чисто системный характер, исходя из истории болезни. Китай вошел туда основательно, и я не говорю, что он финансировал или стоял за этой ситуацией. Триггер этого переворота — это прецедент, который был в Бурька-Нафасове, в Мали и в Нигер. Значит, это да, повод и смелость, и ход для военной, как вы говорите, для того, чтобы осуществить этот ход. Но я скажу сразу, что действительно за переворотом могут стоять и российские, скажем, агенты-вильяне, в том числе, которые охраняются или поддерживаются в Агнере. Да, это след уже там прослеживается. Фактор манипуляции этой истории бывшего президента, она присутствует для укрепления своей власти. А что будет дальше, наверное, я думаю, что отличается этот переворот от нигерийского СНР, тем, что это действительно некая революция, которая там инспирирована политтехнологами отечественными. Это не иностранными. Это чисто такой внутренний трансформационный ход, который использовал внешнюю ситуацию, внешнюю коннектуру для того, чтобы прийти к власти. Сейчас будем смотреть, как будет себя вести Северные Штаты Америки и тот же Европейский Союз в отношении, будет ли санкции, будет ли какая-то угроза использовать военную силу. Я думаю, что этого не будет. Будет некий компромисс между акторами, которые там работают. И надо учитывать, что Габон у него есть побережье. Значит, там, может быть, Китай и другие инвесторы захотят тоже там основать или устроить свою портовую инфраструктуру для своей логистики, которая, кстати, может входить в план БРИКС, который будет решать эти вопросы. Еще один юмор очень важный. Глава нового государства, имена Олеги, он имеет связи с Марокко и Северной Штаты Америки в финансовом плане. Он богатый бизнесмен и у него большой опыт работы именно с Марокко. Это, кстати, нашим соседям в Алжире. В этом плане я считаю, что то, что происходит сейчас в Габоне, это, опять-таки, опережающий ход перед Китаем и Россией. Авторы этого — это внутренние вопросы, которые привели к этому перевороту. Но что надо добавить еще, может быть, что Северные Штаты Америки вместе с сатиритами, ну, я не скажу с сатиритами, союзниками, которые там в Африке присутствуют, они не хотят расширения вагнерской этой, я бы сказал, вот этой экспансии, которая сейчас, за которой стоится. Нужен некий, знаете, чтобы противостоять огну, значит, надо создавать противоположный огонь для того, чтобы не дать возможность ему расширяться. Поэтому я считаю, что сценарий переворота в Габоне, он был реализован не русскими, а не китайцами. Это, скорее всего, такой опережающий ход со стороны других западных стран. Скорее всего, и Франция в этом участвует, не участвует. Это уже дело договоренностей, ее квоты в Африке. Когда-то вам говорили в прошлый раз, что Францию хотят вытеснить не только россияне и китайцы, в том числе американские, вместе с британцами. Это, что было в Австралии по поводу подводных лодок, я еще вам напомнил об этом. Поэтому очень серьезная работа была там на базе габонского переворота. Но триггером для этого действия сейчас, это, конечно, выборы служили, потому что там была непрозрачность. Всегда, когда есть выборы, всегда это точка отчета или площадка для любых манипуляций и трансформации. Будто перевороты, революции и так далее. И, как мы видим, по всему миру вот такая есть, такой вот человеческий. Ну вот я хотел, я стараюсь ответить на ваш вопрос некоторыми такими не шаблонами, а фактами, которые присутствуют в этом габонском перевороте. Да, но в то же время на фоне вот этих международных экономических санкций в отношении России мы понимаем, как Кремлю сейчас важно зацепиться за Африку. И вот если смотреть с этой точки зрения, то мы понимаем сейчас те же вагнеровцы, да, эти наемники, они фактически ЧВК обезглавлено. Вот будет ли Путин искать какие-то новые форматы взаимодействия, чтобы зацепиться все-таки за этот регион, там оставить свое влияние? Насколько вообще они там сейчас важны для России? Я вам так скажу, мы люди взрослые, в этом политическом дискуссе. Смерть Пригожина на динамику и использование вагнера как института, как института наемников, института интервенций и дестабилизации. Есть Пригожина, идет и второго Пригожина, может быть, какой-то куратор из АФСБ или главный разведыватель управления, министерство обороны. Это не значит, действительно отвечен на вопрос, да, действительно. Россия будет искать возможность закрепиться и использовать политические трансформации в Африке, будь то переворот или демократические трансформации, в свою пользу. Кстати, в Габуне, я видел сам на одном из арабских каналов, был поднят российский флаг, там, ну, в столице, либо Вин, я думаю, да. В этом плане, действительно, как вы отметили, да, Россия будет использовать любую возможность, любые политические события для того, чтобы закрепиться. Африка – это легкий для всех акторов геополитики сейчас, там ресурсы и рынки. Кто не занимается Африкой, значит, не занимается в будущем своей стране. Говорю о серьезных государствах, ну, большого веса, да, Китая, Союзной Америки, Россия, Индия, Бразилия и так далее. Поэтому всегда присутствие Багнера, и это уже закономерно стало. Мы не открыли Америку и не закрыли на Сибири. А Российская Федерация будет использоваться в Агнат для того, чтобы либо усугубить ситуацию в плане домино-дестабилизации, которая пойдет по Африке, либо она будет стараться закрепить свою позицию на освоенном территории. Я имею в виду Ливия, Мали, Буркино-Фасов, Алжир, кстати, тоже в военно-техническом плане, там, в России тоже присутствует. Так что игра только что начинается. Мы будем свидетелями очень серьезных трансформаций в Африке, и будут перевороты. Это не последний переворот. Может быть, в Камероне, или в Мадакаскаре, или в Чаде. Не знаем. Но машина уже начала работать. Значит, колесо уже двигается в сторону новых переворотов по Африке. Инициаторы, может быть, как социально-экономическая ситуация, но это важно, она используется. Но внешние факторы, это однозначно будет задействованы, значит, или задействованы. Будто с того или с другого лагера. Так и есть. В конце Габон входит в ОПЕК, Организацию государств поставщиков нефти, напомню нашим зрителям. По вашему мнению, политическая нестабильность, приход хунты к власти будет ли каким-то образом в целом влиять, по вашему мнению, на рынок нефти? На поставки, как я понимаю, из этого государства так точно будут влиять. Вряд ли кто-то захочет контактировать, подписывать новые, по крайней мере, контракты на поставку нефти из страны, которая управляется хунтой. То, что касается нефти и других ископаемых, в основном это собственность трансляционных компаний, в том числе и тот французский. Контрагенты и клиенты, корпорации, они заключают договоры с инвестором и с компанией, которая владеет этими ресурсами по концу, по разным документам. Я считаю, что это не повлияет сильно на квоты или на цены на углеводородные энергии, поскольку там присутствуют интернациональные компании и они диктуют правила. Если бы эти ископаемые были поднационализированы, значит, какая-то национальная компания, которая, ты знаешь, тогда может вопрос стоять. А когда это активно принадлежит над национальными корпорациями, то я не думаю, что это будет как-то риск. Могут быть какие-то флюктуации, чисто из политической ситуации, но это временно. Это не Иран, это не Китай, это не Алжир, это не Саусская Аравия, где государство владеет этим активом. Это тотал там присутствует, и ООН диктует, он найдет способ, как верули в эту ситуацию. Ну, а так, честно говоря, это отлично. Рамдан, в конце буквально. Недавно было заявление, 28 еще августа, от стран ЭКОВАЗ. Там говорили об интервенции в Нигер как крайние меры для восстановления конституционного порядка. Но речь о Габоне почему-то не ведется. Хотя ситуации, если вы смотрите так, да, отстраненно между собой похожи. Приход хунты, определенные требования, заявления со стороны стран Европейского Союза. И в целом, мы слышали заявление Хосепо Боррелля, главы европейской дипломатии. Почему же идет такое промедление со стороны ЭКОВАЗ в сторону Габона, как считаете? Я вам ответил на этот вопрос, когда сказал, что этот переворот в Габоне отличается от того, что было в Нигере. Это внутренняя трансформация, контролируемая. Это опережающий ход, не связанный с Китаем, не с Россией. Скорее всего, это европейские, западные акторы, которые сделали так называемый ход такой опережающим, чтобы не был такой спонтанный переворот. Они подобрали момент, это выборы, и сделали этот демарш. Почему? Потому что глава государства, Эмиль, Олеги, он, я вам сказать, связан с инвестициями и с финансами Соединенных Штатов Америки, и с Марокко, который принадлежит евроатлантическому континенту. Поэтому я считаю, что не будет спешить ни с санкциями, но какой-то политический или дипломатический такой дискурс, конечно, должно быть озвучать европейских политиков. За то, что они получают зарплаты для того, чтобы делать заявление, порывали его компанию. Рамдан, спасибо большое за то, что к нам присоединились. К сожалению, наше время исчерпалось на общение. До новых встреч в нашем эфире, друзья.